всем привет вами андрей у нас рыцарь бумаги пера 3 часть собственно давайте заберем ежедневные награды у нас собственно у нас огненная арба сегодня также у нас присутствует у нас я про как но прокачан замок у нас получается 3 до 7 печка и кузнец 15 хранилища 9 магазин 9 уровень библиотеков 4 уровень храм седьмой уровень гильдии и собственно главное здание седьмого уровня давайте заберем все книги это книги скиллов которые позволяют вашим персонажам вашим скиллов скиллов ваших персонажа становится сильнее нам бесплатно предлагают забрать давайте разберем гильдии также награду можно забрать давайте тоже заберем но это серый мидж для нас не актуален также бесплатно забирают собственно вот это вот геша скулдаун 15 часов 13 14 минут соответственно тут тоже через раз 24 часа и может забрать давайте посмотрим сможем ли мы кого-то прокачать в данный момент по скиллам имеется ввиду она в принципе в идеале прокачать блеса резурект групповой хилл тоже неплохо было бы прокачать у шамана дождь в идеале в качной остальное не сильно нужно у паладина лечение прям в последнюю очередь а собственно у нас чего персонажа что вы имели представление а вот собственные характеристики профессор хуман вар клерик клерик хуман собственно торговец рога эльф татуировщица шаман хуман собственно человек констебль и финальный паладин кузнец хуман собственно человек давайте как что-нибудь прокачаем вместе с вами что нам более полезно будет наверное давайте дождь прокачаем чем полезен дождь если объясню дождь полезен тем что вы он каждый ход работает то есть ваш персонаж в бою 10 персонажа грубо говоря во ваших 5 против вас 5 он каждый ход будет работать смело к стоите он каждый ход работает а восстанавливать он будет 191 в моем случае то есть что честно говоря очень полезно давайте остальные книги которые нам выпали уберем также у нас присутствует арба давайте уберем чтобы у нас не сходил с ума этот кузнец который будет нам закидывать ненужные мусор пятый уровень фальшон фальшон на самом деле он бесполезен потому что во первых он 5 уровня 3 он серый без вставлю так называемых ячеек куда можно было вставлять арбы вот поэтому он для нас бесполезен мы собственно двигаемся дальше по сюжету у нас по сюжету получается синий щит его нужно обязательно забрать будет давайте его попытаемся забрать опять же они вспоминают серого мага который уже хрен знает как давно сдох и его сущность сами пытаются разговаривать на самом деле это очень смешно мы победили серого мага в одной из серий поэтому для нас серый маг уже он был форме лича потом форме личинки и вся и в сопровождении еще и нежити говорят куда-то нам двигаться давайте посмотрим куда до вибрационных полей собственно эти добежим до туда план травмин и наверно он собственно отдали щит теперь у нас синий щит его можно отдать нашим танкам нас и даже два шикарно давайте сравним цифры чтобы ну как вы видите они грубо чуть не в два раза лучше но практически но учитывая то что это 15 уровне то первый уровень собственно отдадим клерику и отдадим на шаману эти два счета можно отдать кому-нибудь другому например нашему одному из личу например можно отдачи но остальным щит был не нужен в принципе но и если вот этому магу можно было бы отдать щит но магу скорее больше урону давайте уберемся держал к качал очень долго его можем 15 уровня может кому-нибудь еще пригодится а что касаемо деревянного 9 уже можно будет расщепить потому что он для нас не бесполезен заходим расщепление разбираемого вот и четыре монеты нам два отвешивают отлично двигаемся дальше нам говорят что 20 с 26 уровне это достаточно много кстати говоря персонажа у меня 29 29 32 30 и 28 уровня что вы имели представление собственно дадут склянку какую-то на полторы тысячи для пати лечения и 18 кристаллов кризон кристалла хорошо можно будет забрать для нас опять напали отражатели как же они утонили такое чувство что у разработчика больше нет другой команды на самом деле они очень сильно загрейдили их особенно вот тут кабана за 9000 это прямо откровенно до хрена 36 мобы и сороковой убийство кастуем дождь и молимся то чтобы мы не не погибли тут кастуем криты для того чтобы во первых ну и собственно гард чтобы отряд чуть подольше пожил отражатель походил у нас не пробил он единственно по щиту пробил они в принципе не бьют кровотоком поэтому для нас они бесполезны и они и киеве негативные эффекты по сути говоря не бьют поэтому можно в принципе начинать снимать с него щит этот брить внимание вас получилось даже пробить его кастуем блок на танка чтобы он больше урона впитывал походил это обезьяна несчастный с рогами собственно кастуем еще раз дождь дождь кастовали собственно ходит теперь начинаем вырезать этот мусор начинаем по порядку минус 1 минус 2 скорее всего даже теперь в идеале походить паладину тысячи он пробьет еще он должен в теории пробить давайте палатин палатин пробивает тысячу забрали минус еще один у нас закончилась магия и обратить внимание у палатина мало здоровья он ходит 5 потом ходит баран не знаю кого будет бить баран в теории баран должен убить танка но не знаю будет ли он бить танка давайте ударим этого сработала возврат к но при ударе наш клерик вылечился поэтому для нас в принципе это было критично учитывая то что целей 3 то мы можем перее грубая переагрить рога я думаю дорежет этого она все собственно уже погибнет не он еще не погиб ладно не погиб не погиб срезаем барана пытаемся по крайней половине здоровья моему сдули палатин кастует щит на себя точнее массовую группу на всех отражатель ходит отражателя поток про вам площадью вам забирать кастуем слабость для барана он может быть по площади по площади урона меньше получать полезнее кастуем масса гор заодно заберет масса гор этого маленького хп что баран опять ударил по площади пытаемся на барана положить ротэ это гниение она снижает получается хп в ваших противников и соответственно чем больше спаков тем больше снос кп срезаем этого барана он не сможет сопротивляться почему не сможет сопротивляться потому что уроки висит крит и под бафом 14000 нам дали для вас монеты это не важно почему я сейчас объяснил смотрите криты 50 процентов и шанс крита на 200 плюс еще бак степ еще идет ну как показала практика они не не стыкуются но все таки тут вот этот баф повышает шанс крита нам она максимум тем самым у нас шанс крита становится максимальный то есть урока в любом случае крита нет ну не самые максимальные но максимальные на данный момент возможно имеется виду а собственно нам предлагают конфетку квестовую ничем не примечательный фокус на третий уровень третий уровень фокус бесполезен его сразу можно расщеплять потому что ну у нас девятые предметы на в магазине вот давайте посмотрим кстати нам предлагают что-то прокачать это гранит армор синий доспех нам предлагают прокачать на следующий уровень как доспех качается он качается через повышение уровня то есть вы получаете опыт ваши персонажи и собственно благодаря этому доспех качается дальше а я не показала блин вот собственно в меня в маркете девятый уровень маркета и собственно девятый уровень основном экипировка но исключение наверное вот этот лат армор почему-то седьмого и десятого это но опять же за 500 и грубо говоря бриллиантов покупать сомнительное решение даже если мы их смогли бы насобирать 12 сил и конечно шикарный баф но мы его не будем брать в идеале синие вещи брать а еще лучше брать по квестам потому что по квестам вы грубо этом за и принесли им 35 конфет ну при плюс-минус и вам вот те же самые вещи отдали но опять же там конечно уровень могла будет очень высокий но все-таки продолжаем идти пока по сюжету как вы видите нам отдали бесплатно это чисто они между собой потрещали нам отдали все на самом деле вот этот candy bar он бесполезен но для кого ну хотя 10 10 процентов крита конечно это много особенно если у вас общий крит достаточно высокий пример уроки шанс крита также меня вот этот бесит вы не представить вот я нажимаю all статы она с десятого раз только нажимается то него крит 600 а самом деле крит может быть гораздо больше я покажу потом если не забуду крит когда в бою когда он под бафом вот под этим вот уход в тень так называемый вот а вот на хрена мне вот этот тормоз 3 уровня это просто смешно честно я не представляю блин к как это тестируется сначала дают зеленые вещи а потом выдаю сразу блин да честно просто нет слов одни эмоции где этот вот давайте его разберем да у там есть чуть чуть лучше но и не суть важная буду у нас 9 уровень экипировка в магазине продается нам проще его купить через магазин либо через квест выбить авокадо тоже квестовая но она будет квестовая имеется виду их обычно говорят собрать ну а доспех мусорный для нас не актуальны берем следующий квест нас куда нас опять же как сущность серого мага постоянно с нами пытается говорить на самом деле серый маг час говоря уже утомил со своей сущностью опять же они поговорили между собой нам а бесплатно отдали доспех давайте доспех расщепим для того чтобы он нам не отсвечивал вы понимаете нам их целых 2 отдали понятно правда на хрена я кстати удивил почему не 4 почему почему я 4 имею ввиду потому что у нас в бонус 200 процентов и поэтому я удивил почему нам не 4 доспеха отдает а именно только 2 ну как говорится не страшно и на том спасибо иногда просто хорошие предметы дропаются и когда они еще когда двоятся это прям все шикарно становится он такой на те же арбы они правда а в основном не тропаются но не двоятся нет но все равно очень полезно а собственно бесполезная третий уровень плюс она еще не зеленые продолжаем двигаться дальше они там между собой пытаются поговорить но на принципе основной сюжет не особо интересен потому что нам нам скорее больше битвы с боссом интересно а весь этот текст который они там пытаются напихнуть нам он особо ну как вы видите но они уже с вами поговорили и собственно полюсов там приросло на самом деле нас не особо интересно я просто утомляюсь расщеплять предметов у нас просто ограниченный инвентарь как вы видите еще четыре ячейки ноты точнее 5 и ну еще сейчас плюс 2 соответственно 7 ячеек всего лишь свободных у меня в данный момент поэтому я и периодически расщепляют книга неплохо но на 7 уровня для нас на бесполезно очень-очень квест 30 уровня это прямо до хрена откровенно давайте пробьем и наш персонажа в принципе практически 30 уровня думаю мы должны пробить на нас напала растение скорее всего что подобием вам драгоры давайте посмотрим что за растение что они себе представляют их и хрена себе обратить маникой уровень и количество хп это просто или ладно посмотрим так 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 мы я не знаю что из себя растение представляет будем блесится будем гард давать ауру паладина рога будет в скром в инвиз уходить так называемые обратите внимание у него вот я только что бафнулся вот я нажимаю all тип у меня 10 попытки только вылетает уклонение стало 200 акрит удар 2333 новые видели перед боем я ее один раз прожимал уже там около 600 было примерно кастуем дождь ходит это растение она кастует яд это массовый яд это больно нам нужно как можно быстрее вырезать это растение она кастует массовый яд самое странное нам их защиту от яда не дали то есть и как мы должны с против этого растения драться непонятно блеск до сих пор не не держится но максимум 3 у нас попробуем застанете растения а мы только передние ряды можем станет давайте застанем и у нас не получилось но понятно вам там 90 плюс уровень куда нам получится давайте вырежем попробуем 5000 удар но нам все равно не хватает урона яд очень сильный тут он я не помню поскольку яд бьет но но она может выпрыгивать из своей банки увидели удар 2000 только чтобы по нашей защите кастуем а собственно по наш слабость для того чтобы они слабее били с десятой попытки у нас нажимается слабость и паладина еще ударили это не очень больно были достаточно давайте попробуем добить да не практически не добили обратить внимание как больно бьет это хреноплёте на минус одно растение рога начинает резать второе растение лечим паладина чтобы он не откис опять он массовый яд скастанул тут нужно был это блеск который присутствует у клерика качать на максимум потому что понятное дело что у нас шанс не так много не так много но все-таки учитывая то что они кастанули нам нужно качать на них дать а гармаз чтобы они били танка тут нужно просто ударить для того чтобы у наших персонажей появилась магия яд 600 примерно то есть он примерно по 20 за стак идет кастуем гард для того чтобы меньше урона получить от того же я бы например посмотрим сколько по 3000 давайте срежем срезали 5000 хп с него пытаемся отдать ему ротэ так называемый ржавость но у нас не получилось и наверху я кстати 2000 урон на ночь это при 60 я не это много снять у нас почему-то блеса не получается его нам нужно просто как можно быстрее его убить значит кастуем него слабость будем молиться также салон у салон скорее всего снимет обратить внимание мне чем нравится татуировщица но имеется дом подкласс татуировщица том что он может снимать негативные дебафы то есть например на танка настакали 60 то есть это до хрена 200 на 1000 удар а он взял там просто на один момент просто снял этот дебафы рога практически 5000 удар отлично пытаемся добить добили собственно эти растения на самом деле растения очень жестокие были если они снимать и дебафы если бы не снял как ну снимал к наши татуировщицы то мы это мы бы наверное не справились две книги они бесполезны мы их уже смотрели давайте уровень паладину под поднимем у него немножко выросла хп энергия для нас это не интересно давайте уберем книги чтобы они нам не мешали у нас присутствует собственно этот давайте его щепим она у нас плюс один уровень экипировка синяя боится которая на собственно наших шамане и клерики 4 мы в этом выпуске получили также молот которые присутствуют у наших танков вары и у паладина доспех плат армор который у нас присутствует тоже нам она магический класс потому что он дает энергию нам нужно расщепить собственно где этот фигня то у нас вот третий уровень расщепляем и убираем слитки сразу чтобы они нам не мешали собственно 22 уровень куда-то нам нужно будет идти давайте пробежимся нам говорят куда-то идти давайте посмотрим куда у нас новая локация открылась лес какой-то за 21000 давайте добежим она скорее всего по дороге нападут высоким процентным шансом да на нас напали это рыба напала ну рыбу можно срезать с первого хода если на нее скипнет сараты особенно так называемая ржавость который снимает хп врагам ну на рога скрита 5000 просто сна почему важно в долгом бою бафаться в недолгом можно и не бафаться потому что в недолгом бою вам баф особая погода не сделает а в долгом он собственно мы добежали нам заплатили где мы по ушам дали посмотрим что тут за уровне тут деревья на по 3000 но на самом деле они не особо сильно но из того что они высокоуровневые то есть по 3000 хп они нам очень больно могут давайте посмотрим что следующий квест нам предлагают арба так называемая как она называется блин восхождение то есть ваша экипировка переходит на следующий класс очень полезно для высоких классов экипировки для нашего конечно это будет бесполезно опять тоже смотри обратите внимание куда это путешествие давайте тоже вместе с ним по путешествиям если на 30 уровень непонятно что нам из себя его ожидать возможно даже нас отправить сейчас в данше мы не сможем скорее всего пройти его она нас напали обратите внимание жуки пчелки то есть их просто скорее всего от 0 и по уровню мы практически инициативу выиграли а но они слабенькие единственные арахнида очень жирненькие а так в целом а если я снимаюсь они дают яд поэтому не будем рисковать и защитимся от них обратите внимание 46 я бы это и были на это просто финиш мы еще не успели забаваться они нам уже 46 лет ладно мы значит эту ядовитую в первый ход будем срезать их нифиганами танков сбривает практически обратить внимание 46 я да конечно очень сильно бьет а сетка мусорная потому что сетка нам ни хрена не сделает парк и практически нужно как можно быстрее вот это насекомое сбрить которая под номером 3 присутствует рога сейчас будет ее срезать пытаться обратить внимание сейчас рога скорее всего не ударит ее нет ударю из-под сетки просто мог может не ударить он расскажет урон 0 обратить внимание на танке 70 яда висит это очень большой урон будет мы конечно же не сможем его снять у меня четыре блока давайте ударим это насекомое опять же эти тараканы у нас кидают сетки нам нужно быстрее вот этого мотылька срезать потому что мотылек убьет ядом очень больно в одну цель очень большой стак яда кастуем блэс для того чтобы была возможность снимать яд и рога сейчас должен дорезать этого мотылька чтобы он больше не ходил собственно дорезали мотылька борт мотылек больше не ходит урон ядом мы больше не получим на том спасибо собственно паладин можно как попробовать застанет нам урона с от них хватит давай попробуем на вот это таун дать обратите внимание урон ядом сколько пробил танку учитывая то что у него хп что вы понимали 6000 он с него только что большую часть танка снял этот яд тут в идеале бы тринку на защиту от яда хотя бы на пару человек потому что но это откровенно бросить на 2 над на того же танка не чтобы можно было не думать о том что у других классов лапа то почему вот он не станка снимает а вот какого-то мусорного блин не понимаешь 2 минус 2 должно быть шаман лечит танк но конечно же но вылечить не может потому что у танка 6000 пп слишком толстый для него чтобы он его вылечил попробуем добить он скорее всего не получится у нас да у нас минимальный дамаг давайте масса грим на себя кидают сетку сетка по идее блокирует посмотрим что сетка делает вот а а он просто урон таргет наносит 20 фото но на самом деле силы стране на самом деле не особо страшный дебаф давайте добьем это насекомое сейчас и закончим на этом самый страшный конечно яд потому что его очень-очень много и ну собственно рога всех среза я надеюсь бою 2 не будет да квест закончился собственно бой мы выиграли арбу получили арбу надо убрать потому что ее стоит использовать арбит вот эти вот и стоит использовать на высокий цвет экипировки то есть на синий на фиолетовый еще лучше вообще на оранжевый для того чтобы максимально усилить свою экипировку понятно дело что сейчас она будет пытаться цвета давать эти армор прокачался и щиты тоже прокачались получили уровень это хорошо значит защита растет уклонение растет на самом деле уклонение очень плохо работает но защита конечно она более эффективна я думаю мы с вами пока на этом закончим остановились мы собственно на квесте что нам хотят дать зеленый щит бесполезный для нас поэтому находимся мы подлинг примерно в каком-то лесу рядом с кладбищем всем спасибо за просмотр с вами был андрей всем пока